Всем привет! Меня зовут Ксения, и опять меня давно не было на канале, но... Но! Вы должны заметить, что у меня вот эти промежутки пропадания всё меньше и меньше. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки и комментарии, и надеюсь на свою дисциплину, которая рано или поздно прокачается, и я начну уже пилить контент прям максимально регулярно. Я не верю в чудеса! В общем, шо хочу вам рассказать. Вот. Январь для меня выдался достаточно сложным. Недостаточно сложным, а капец каким минусовым. Капец, я в тильт, мне кажется, в такое не заходила уже, наверное, со времён начала торговли. То есть со времён, когда я только начинала развиваться в трейдинге. Я по уши в дерьме. Но стоит отметить, что уже несколько раз, ну не несколько, много раз я проходила через ряд минусов, через вот эту вот колею, и поэтому я примерно понимаю, что надо делать. Я точно знаю, что я из неё выйду. Ну, на сегодняшний день, когда я снимаю это видео, я уже вышла. И хочу как раз-таки в этом видео с вами поделиться своими знаниями, своим опытом, потому что многие из вас только пришли в трейдинг. Возможно, они сразу поймали эту колею минусов и не могут теперь из неё никак выйти, не знают просто, что делать. Поэтому я рекомендую вам досматривать это видео до конца. Вдруг оно окажется полезным. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Короче так, давайте я сейчас открою сделочку какую-нибудь. И мы с вами продолжим диалог. Я буду рассказывать то, что у меня есть в голове. Так, что здесь смотрим? Сразу открываю сделочку на помешение, потому что у нас здесь такая зона поддержки. Давайте я вам её покажу. Вот у нас уровень поддержки. Вот у нас уровень сопротивления и промежуточный уровень сопротивления. И есть ещё максимальный уровень сопротивления. То есть это те зоны, от которых мы с вами можем что-то придумывать. И на 5 минут догончик открою. Здесь просто я прям уверена, что цена, вот она уже оттолкнулась от зоны поддержки. И если мы смотрим на цикличность, если мы смотрим на те ситуации, которые были раньше, мы можем предположить, что сейчас она так и попрёт наверх. Но, опять же, на всякий случай скажу, сейчас я открылась в середине ценового коридора. То есть между уровнем сопротивления и между уровнем поддержки. Такое при прям правильном, минимально рискованном трейдинге нельзя допускать. Но так как вы знаете меня, если не знаете, то узнаете позже. Или посмотрите мои другие видео. Я за риск. То есть недавно я играла в покер и как раз сказала такую фразу. Зарабатывают в покере дисциплинированные, а зарабатывают много в покере рискованные. Вот здесь я считаю так же. Зарабатывают в трейдинге дисциплинированные, а зарабатывают много смелые. Короче, что по минусам. В начале января я достаточно удачно поторговала, достаточно много заработала. И случилось так, что просто одним днём я захожу в минусы. Я начинаю сливать, сливать, сливать и сливать. Я начинаю ещё закидывать по два, по три депозита там в день. Я слила бешеную сумму денег. Просто вы не представляете. Я даже цифру не буду называть, просто знайте. Да, я потеряла за январь на трейдинге много денег. И здесь всё отягощается тем, что у меня есть торговля с командой. То есть у меня есть торговля с людьми. Помимо того, что я слила там, я помню торговый день, свои деньги. Мне ещё пришлось вернуть им депозиты. Ну, у меня такая политика. Если я понимаю, что слив по моей ошибке, то я возвращаю деньги. Если слив по ошибке рынка, хотя не слив там, а просадка, то я не возвращаю. И я сижу, я понимаю, я сейчас раздала денег, оставила на площадке. И как бы партнёрка, которой я обычно страхуюсь и как бы с неё зарабатываю тоже в том числе, она не перекрыла этот минус. Я закидываю ещё депозит. Я пытаюсь там ва-банками разогнаться. Не получается так. Первая сделочка есть. Я получила просто бешеное моральное истощение от того, что, знаете, как будто бы разучилась торговать. Вот как будто бы не получается. Я знаю, что я торгую не по правилам всегда. Я нарушаю максимально много пунктов вообще. Ну, если мы о самостоятельной торговле говорим. Я могу ва-банками постоянно торговать, разгоняться, и у меня получается. А здесь настал период, что у меня не получается. И я перестала верить в себя. Я перестала верить в себя, как в сильного трейдера. То есть фишка в том, что я знаю, кто я. Я знаю, что я умею. Я знаю, сколько я умею зарабатывать. И здесь просто вот так по щелчку пальца у меня всё перестало получаться. Единственное, что меня спасало на тот момент, что я уже оказывалась в такой ситуации. И теперь хочу вам рассказать немножко пошаговый план. Во-первых, когда вы оказываетесь в такой ситуации, надо вот так сесть и выдохнуть. Просто сесть и подумать, из-за чего это происходит. Из-за чего слив? Сможете ли вы ещё зарабатывать? На вопрос, сможете ли вы ещё зарабатывать? Да. То есть даже если вы ещё никогда не зарабатывали, сможете? Конечно, сможете. Надо просто пройти этот период. Надо просто зайти в колью плюсов. И всё у вас получится. Ну и вот, с каждым днём я пыталась снова закинуть крупную сумму, попытаться её разогнать, снова слив. Снова крупная сумма, снова попытка разгона, снова слив. Я понимаю, что если бы я была на месте большинства из вас, то есть для человека, для которого эти суммы прям всё, ну, смертоносные, так скажем, я бы, наверное, пошла, в окно вышла, так скажем. И вот это вот, когда я села, начала просто раскидывать, а почему так происходит? А почему у меня не получается? Я просто понимаю, что, ну, бывает, ну, окей, просто надо это как-то переждать, переработать, переторговать, так скажем. И самая главная мысль, которая мне помогает в этот момент, это то, что, а кроме меня мне никто не поможет. То есть, ну, окей, так. У нас тут плюсик. Я думаю, что, судя по движениям, цена стремится вниз. Открылись на мини-коррекцию просто. Опять же, в середине ценового коридора. Опять, не по правилам, не по стратегии, но я так торгую, я так зарабатываю. В общем, остановились мы с вами на том, что никто мне не поможет. Окей, заброшу я снова трейдинг. При том, что у меня сейчас там покер просто в самом разгаре. Зарабатывать я умею другими способами, но это для меня самый простой заработок. И поэтому я топлю до талого. Я что в жизни за свое топлю до талого, что в трейдинге за свое я топлю до талого. И просто здесь стоит понимать, что нужно себя собрать прям в кулак. Максимально, хладнокровно начать действовать по стратегии. И вышла я из этого минуса, ну точнее минус я еще не отбила, но вот вышла из этой колеи в тот момент, когда начала действовать по каким-то шагам. Сейчас я снова нарушаю, сейчас я снова капец как пытаюсь просто наторговать, так скажем, много денег, чтобы просто отбить минус. По моим расчетам, для того, чтобы не отбить январский минус, у меня уйдет, если брать только трейдинг, если не брать партнерку, там другие источники дохода, минимум полтора месяца. То есть минимум полтора месяца я сейчас потрачу, чтобы просто в трейдинге выйти в плюс. Но опять же, я не парюсь, я сейчас снимаю это видео, кто-то на меня подпишется, я это монетизирую. Я вам уже миллион раз говорила, у меня это все застраховано. В трейдинге зарабатывают не более 5% людей, постоянно вам об этом говорю, повторяю и так далее. Если вы не готовы там терять какие-то средства, то не стоит сюда суваться. Но те 5% людей, которые зарабатывают, они просто безмерно счастливы. Я так как вхожу в эти 5%, могу сказать, что это очень круто, когда ты сидишь у компьютера, нажимаешь пару кнопочек, тебе не надо заморачиваться, тебе не надо париться, ты просто берешь и получаешь доход. И причем тот доход, ты за один день можешь заработать среднюю там российскую зарплату, не имея больших вложений. Если ты берешь эти же деньги и вкладываешь в бизнес, тебе приходится их окупать там, не знаю, от 6 месяцев, от 12 месяцев и так далее. Если ты их приносишь в трейдинг и подходишь к этому делу с головой, ну сколько, ну за месяц ты можешь удвоиться. За месяц, понимаете? И что у нас по шагам получается, если вот взять более структурированно, чем вот я сейчас воду эту лью, сесть, понять, почему так, сесть, понять, что ну бывает, ну у всех это бывает. И когда вы будете много лет торговать, вы будете понимать, что волнообразно это все идет. И всегда у вас будет так, что ну попали в период минусов. И следующий, самый-самый-самый главный шаг, это то, что нужно просто взять, собрать себя в кулак и начать действовать по стратегии. Три минутки вверх на отскок от зоны поддержки. Еще налеплю. Расказан боксами. Ты куда? Лепим, лепим, лепим. Вот он, тильт. Вот. Что делает жажда наживы с людьми. Я здесь не верю в пробитие. То есть это, по сути, третье касание. Ну, условно, даже четвертое. И даже не было никакого накопления, чтобы пробить этот уровень. Поэтому я налепила просто кучу сделок. Надеясь на то, что цена сейчас просто отскочит. В принципе, сейчас это и происходит. Блин, как странно будет сейчас. Про видео про сливы. Слить депозит. Держите себя в пупках. Действуйте по стратегии. Надо выйти из этой колеи. И я такая... Заряжу-ка я пол депозита. На то, что... Ну, точно сейчас отскочит. Точно отскочит. Воучите. Так, ну вот эта свеча мне на самом деле нравится. В общем, вся вот эта торговая ситуация, которая сейчас происходит, по мне, может быть, не видна, но я очень сильно нервничаю. И она прям меня сильно сбила с мысли. Поэтому я очень надеюсь, что я уже дала вам полезную информацию. Я очень надеюсь, что вам нравится это видео. Так, ну... We are the champions. Все. С торговлей я торможу. Торговли на сегодня хватит. У меня плюс, по-моему, 1200 долларов. Короче, ладно. Я что-то сейчас не могу собраться с мыслями. Я очень сильно надеюсь, что вам это видео понравилось. Если это так, ставьте огромный пальцем вверх. Жмите подписаться на канал. Подписывайтесь на телегу. Всем хорошего настроения. Всем огромного профита. Всем пока.